Чем богаты Джамбулату Хатуову показывают прямо в поле несколько сортов картофеля. Лука, моркови, свеклу, капусту. Тепличный комплекс – ключевое предприятие региона, где выращивают овощи. Джамбулат Хатуов отмечает, стране нужны отечественные огурцы, помидоры и корнеплоды. И в большом количестве. Чтобы создать, вернее, увеличить объем производства, надо условия создать для хранения. Условия хранения. Для современной хранилища должны быть. Значит, холод должен быть. Потому что то хранение, которое даже у нас, оно уже не соответствует. Надо камеры создавать, надо удалять СО2, надо создавать эти два градуса, нулевую для капусты. В перспективе в Мордовии может начаться реализация инвестпроекта по качественному хранению, отмечает замминистра сельского хозяйства России. Здесь принципиально важна, чтобы мы синхронизировали современные технологии хранения, под тот подъем производства. Почему? Потому что вот сегодня торговые сети, они говорят, да, если у нас очень больше не будет, то нужна партия, то нужны договора, но целый день. Соответственно, нужно место концентрации. Ваши овощи очень хорошо воскреплены. Руководитель предприятия Александр Живаев рассказывает, каким будет новый цех тепличного комплекса. Биолаборатория, салатная линия, рассадное отделение и самое главное, энергоцентр мощностью 16 мегаватт. Будет здесь досветка не 200 ватт, который у тех теплицах, а здесь будет 230, то есть на 15. Соответственно, урожайность, я думаю, на 15, на 20 процентов сразу выше будет. Представители всех предприятий Мордовии, которые так или иначе связаны с сельским хозяйством, собрались в одном зале в Лямбере. Селекционеры рассказывают первому замминистра, как возрождают исконно мордовскую породу крупного рогатого скота. Выбрали животных для вымывания эмбрионов, для получения вымывок, и выбрали животных для заказного спаривания. То есть в этом году начата работа по восстановлению красных острых породов. Мы являемся, республика является оригинаторами по этой породе. Я думаю, на следующий год мы уже будем наблюдать бычков и телочек в нашей породе. Мордовские сыры давно покорили прилавки других регионов. Возможность накормить всех желающих есть. 300 тонн молока в сутки, один перерабатывает, можем, тремя, до тысячи тонн. У нас несколько ферм, мы с вами производим и молоко. Также у нас есть протеин, который для спортивного питания. Среди необычных продуктов – полба. Она удивила первого заместителя федерального министра сельского хозяйства. Откровенно говорили и о проблемах. Урожайность по всем фронтам в этом году ниже, чем обычно. Не обошла участь и зеленый горошек, который знают во всей России. Это год засуха? Засуха, да. При уборке более было 42. А сколько собрал город в этом году? Ну, в этом году 14 миллионов условных ванн. В прошлом году 22. Понятно. 70. В сервисе неплохо, да. О новых инвестиционных возможностях и мерах поддержки сельскохозяйственной сферы говорили чуть позже. Искали решения сложившихся даже по объективным причинам проблем. Светлана Лашина, Константин Соколов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова